приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова в этом видео я поделюсь с вами мнением о косметике время я пробую много всего нового того что ни разу не показывала вам на канале потому что меня заинтересовали кое-какие бренды о которых много говорят на youtube и на которые мне дали хорошие отзывы мои знакомые кто постоянно использует эту косметику я приобретала все сама ну и естественно если что-то мне присылают в рамках сотрудничества я об этом тоже всегда упоминаю даю максимально честные отзывы надеюсь на меня никто из брендов не обижается на бусте на моем канале вышло довольно таки большое видео с отзывами на косметику которую ни разу не показывала и которая для меня была открытием или полным разочарованием так что присоединяйтесь пожалуйста и кстати там идет конкурс прекрасным подарком где уход декоративная косметика громадный просто набор косметики моя благодарность за ваше внимание хотя подписка там условно 100 рублей в месяц но тем не менее я благодарна за то что вы со мной и добро пожаловать принимайте участие в конкурсе никаких условий нет нужно быть просто подписан на моих канал на пусть и ну что же давайте начинать я покажу то что у меня закончилось максимально близко поэтому исчезаю из кадра и финале обязательно появлюсь . пылесосит все спрятались от страха котики под кровать но надеюсь нам с вами не помешает давайте наверное начнем со средств для умывания и я расскажу что понравилось что не очень приятно удивила меня пенка от натура сибири ко мне и отдала дочка и потому что вот такие я не покупаю да они решили попробовать но в итоге ничего не вышло общем я кожа атопичная она использует специфические средства и мне отдала а я была очень довольна потому что это приятно пахнет это хорошо очень нежно очищает кожу и с точки зрения цены и качества меня очень даже порадовала как-то несерьезно я отношусь к до этого относилась к ходу от натуры сибири к больше для меня все-таки средства для очищения шампуни и так далее но вот этот бабу да рейдинс бабу тут что-то с витамином c органическая сертифицированная пенка для умывания для всех типов кожи да действительно здесь для всех типов кожи подойдет она хоть и мягкая но хорошо снимает даже гидрофильное масло здесь была еще щеточка я сняла чтобы удобнее было пользоваться чтобы сразу же добывать пенку потому что такими щетками я не могу рекомендовать пахнет вкусном действительно чем-то таким натурально апельсиновым не ярким нежненьким до меньше мне понравилось но тоже хорошо мягко работает пенка от арт-инфакт видите они две в одном духе то есть примерно одинаковым составом но вот натуры сибири ко мне понравилось больше во первых она мягче во вторых она вкуснее пахнет вот наверное в этом и раз отдавала вам уже отзыв на эту линейку с витамином c не все мне подошло на пилинг да в капельках таких с пипеткой и на их пудру нензимную с витамином c у меня была аллергия к сожалению но такое бывает какие-то не очень сбалансированные ядреные средства с витамином c он в принципе аллергичен так что я не смогла пользоваться отдала их а вот эту пенку я использовал до конца хорошее тоже какой-то легкий такой лимонный запах а здесь вот у нас сами привет это вот я рассказываю про то что использовала как тебе нравится похоже похоже ему нравится наверное с нами останется вот и я бы повторила сама вот как ни странно конечно вот эта щетка тут лишняя но я бы повторила сама именно натура сибирика только ложится не надо на эту нашу сами куда иди лучше а вот арт-инфакт наверное меньше просто понравилось наверное бы не повторила две штуки подряд использовала вот такие три в одном в на это крем для до макияжа умывания 100 миллилитров довольно долго я им пользовалась потому что нужно совсем немного но не пенится это крем также я снимала им макияж с глаз на ватный диск немного копать и он не раздражает глаза приятное очень средство но вот видите яркий у него конечно аромат безумно приятный свежий такой люксовый красивый аромат но яркие и устаешь каждое утро им пользоваться я не сказал да я утром такие средства обычно использую когда не сильно жарко и когда просто ну нечего смывать пеной с лица у меня все впитывается за ночь весь уход и поэтому кремовое умывание для меня очень даже подходит урьяш то самое масло которым пользуюсь и я и дочка вот она как раз и до макияж выполняет этим маслом и для тела может его использовать она в больших банках продается к ним обычно дарят вот такие малышки которые я себе забираю одном и тело и лицо можно мыть и до макияж в общем вещь хорошая и да у него нет запаха никакого поэтому именно урьяш всегда рекомендуют драматологи на это тоже масло для всего можно умываться можно и тело мыть без сульфатом видите на основе натуральных масел по сути это гидрофильное такое вот масло для душа и если нет возможности приобрести урьяш все-таки она дороговато да то можно попробовать ли по бейс они похожи ли по бейс правда имеет какой-то небольшой аромат мне кажется слегка какой-то кремовый такой незначительный до небольшой и она одинаково хорошо снимает и макияж и для тела можно использовать и для лица по крайней мере я так пользовалась когда она у нас стояла душевой кабине теперь тоники наверное давайте около тоники все что с этим связано увлажнение я люблю вот эти миниатюрки урьяш всегда в подарок они идут в каких-то бьюти боксах нахожу использую и в дороге беру с собой освежиться очень приятно и мне не слушать они кожу наоборот увлажняют и сверху на макияж я наношу и зимой я такие вот средства использую для того чтобы соединить все слои макияжа чтобы все выглядело красиво ровненько особенно если пудры пользуюсь что делаю не часто но вот когда пользуюсь обязательно сверху еще добавляю что-то вот такое увлажняющим с хорошим пульверизатором что тут значит это zero age он был с таким дозатором на который нужно сверху нажимать это очень удобно я просто его переставила в тот тоник мне он понравился которым пользуюсь сейчас итак здесь тонером которые без каких-либо нехороших компонентов кстати очень здорово увлажняет и это тот тонер который может позволить себе абсолютно каждый здесь неплохой очень даже состав и гиалуроновая кислота и различные экстракты и даже амлы и это наверное один из немногих тоников который недорого стоит и он хороший обычно протираю лицо такими вот тониками не сложными по составу но без спирта с каким-то приятным ароматом протираю лицо после умывания снимаю остатки воды все-таки она у нас в основном имеет щелочной пиаш а кожа любит кислотные нейтральные и вот такие тоники восстанавливают пиаш но не более того я не рассчитываю что они сделают что-то такое невероятное пусть даже и с хорошим составом они но это базовый такой элемент моего ухода он всегда у меня должен что чуть больше делает чем просто тонер это пинкангюль здесь формула легкая очень она подойдет для всех абсолютно типов кожи вот этот тонер но все-таки он чуть чуть более густой чем водичка он достаточно хорошо увлажняет но для сухой кожи не подойдет как самостоятельно средства я знаю что многие любят нанести тонер например летом и все больше ничего не использовать наверное для сухой кожи этого будет маловато всем остальным да скорее всего понравится аромат у него сейчас я вспомню как у раз понюхал его нет вроде бы аромата вот знаете я уже так привыкла уже много-много баночек использовала как-то я не обращала внимание на аромат но видимо его и практически нет что-то такое слегка может быть свеженько самик не шурши там ты приполз ко мне тихо-тихо ли он этот мне нравится подходит результат от него знаете какой чуть больше чем от всех остальных тоников потому что он при постоянном использовании выравнивает тон кожи то есть кожа становится более такая вот гладенькая и пользую его просто нанося руками на кожу тоже после умывания и да действительно многим он может заменить и сыр это базовая линейка и вся она предназначена для чувствительной кожи для топечной кожи для кожи которая испытывает дискомфорт в период жары и холода аллергичная вот собственно для этого и создавали пинканбюль вот всю эту синенькую линейку предлагаю немного отвлечься от лица и поговорим немного средств для тела для волос мне нравится вот эта линейка faberlic но уже все уже я закончила больше у меня этих средств нет приятные кто заказывает приятный очень аромат вот этот dream therapy вся линейка такая пудрово ванильно свежая очень интересная композиция приятная действительно такая немножко усыпляющая гармонизирующая и я с удовольствием использовала этот гель для душа он чуть-чуть пенился не сильно он такой кремовый приятный очень и я бы сказала что для сухой кожи он хорошо подойдет очень понравилось мне вот это вам средством это парфюмированное мыло здесь такая интересная душка похоже знаете даже на какой-то люксовые унисекс аромат и хенден боди вошь то есть ну в общем то это мыло по сути которым можно мы тело наверное мужчины и волосы скорее всего будут мы потому что очень приятный аромат мне его по-моему подарили в наборе когда я была приглашена на выставку как блогер на бьюти и я с огромным удовольствием пользовалась как гелем для душа правда это великолепно пахнет это так какой-то пачули на такой шоколадно мускусно в общем это красивый очень аромат вы сложно описать и я бы с удовольствием повторила честно говоря и пенился хорошо этот гель и оставлял аромат надолго на коже приятно приятно чем нас вся семья осталась довольно хочу обратить ваше внимание вот на этот шампунь я не часто показываю но вот этот мне нравится очень потому что он хорошо глубоко промывает волосы конечно после него обязательно нужен какой-то бальзам или маска ну чем вы пользуетесь я обычно на кончике волос бальзам потом наношу но если пользуетесь какими-то укладочными средствами пудры для волос которые хорошенько нужно смывать потом с кожи из самого волосы то пожалуйста обратите вот внимание очень приятный аромат что-то такое ментолово свежие не сильно яркая но кстати на волосах приятный этот аромат остается ненадолго клея точно могу вам порекомендовать для жирных волос наверное у корней да наверное очень подойдет ну и я использовала когда укладкой пользовалась и так теперь разочарование какое-то кошмарное недоразумение этот комплимент скраб ну якобы скраб пенящийся для тела шоколад и кофе ну во первых одно с другим смешивать опасно особенно если это дикая химия и запах такой навязчивый горький и ну в общем не красивый запах и оставлять его на теле не хочется сам по себе этот скраб довольно странный там так мало ну вот его видно не хочу открывать он сейчас потечет иначе он практически полный у меня остался так мало этих частичек скрабирующих я не понимаю что он должен делать то есть это какая-то возюкалка других слов нет который плохо смывается с кожи гелевая прочти не пенится но мне не удалось это вспенить хотя видите пенящийся но он не пенящийся и это плохо еще и пахнет очень искусственно и очень навязчиво кто хочет помучиться попробовать кто мазохизмом развлекается то вот пожалуйста вам такой вариант вместо плетки можно использовать намазаться и потом два часа эту жижу себя смывать потом еще этого запаха избавляться но нет не могу рекомендовать я честно говоря прям в ужасе в ужасе что очень приятно это камы всегда приятное всегда у них хорошие отдушки и они остаются но ненадолго они не мешают при этом они яркие в душе раскрываются хорошо так же как и пахнутые упаковки пенится хорошо может подсушивать кожу если очень кожа сухая то как-то это чередуйте с маслами для душа но мне нравится камы я люблю и вот этот вариант с чем тут купаж цветочных масел да вот это мне понравилось следующее опять какое-то недоразумение непонятное что-то и со странными работами у бренда alverde а это популярный бренд в германии есть хорошие средства с натуральной ванилью такие прям кремово-пудровые ванильные хорошие натуральные без всяких там добавок без спиртов и так далее и и вот этот душ пилинг ну это не души не пилинг и вообще ничего опять здесь такое количество невразумительно этих пилингующих частичек здесь такой непонятный запах каких-то непонятный неприятный не ничего радостного от этого запаха я не получаю то есть какой-то не до ваниль не до масла не непонятный какой-то меловой и он в креме да вот я тоже его выбрасываю потому что он вот его видно он беленький и он плохо пенится в общем я так и не поняла что это для чего это возможно есть любители большие я из адвент календаря вот эти малышек доставала и что-то мне понравилось очень даже и своим зрителям дарила и мне давали хорошие отзывы в основном на уход для рук ног и для лица вот были хорошие отзывы ну и теперь внимание если вы не хотите чтобы за вами когда вы идете домой тянулись все голодные мужчины со стройки и делали вам комплименты по типу как девушка вы вкусно пахнете чебуреками то вот пожалуйста вам версия карите и это душ так называемый душ крем который должен пениться но он этого не делает и он пахнет как будто бы вы весь день простояли в палатке жарили чебуреки а масло не меняли уже наверное месяца три в этих чебуреках понимаете да то есть это такие застарелые масла непонятно что там такое лучок какой-то присутствует наверное и и сахар там присутствует в этом тесте и вот какие-то специи и непонятно что намазывается это на себя и она не смывается и она не пенится а потом вы пахнете чебуреками оно наверное великолепно если вы любитель беляшей и чебуреков но поскольку я небольшой любитель и приводить с собой стаю голодных мужчин мне как-то не не хочется которые идут за мной облизываются это даже как-то страшновато мне кажется вот я в общем решила дальше не испытывать судьбу не пахнуть чебуреками и беляшами и от него и за пару слов о пастах зубных то что я никогда не пробовала но вот попробовала вам дам отзыв в основном я тоже как и на шампуне вот не даю потому что ну не такая интересная для меня категория но мне кажется вы должны об этом знать что вот этот global white который без фтора драматологи просят пользоваться пастами без фтора потому что он может раздражать кожу когда вы чистите зубы вокруг рта вот могут быть раздражение обратите тоже на это внимание если у вас есть дерматит или тапичная кожа и я решила несколько штук купить от разных брендов дочки что понравится да выдала ей и тут она ко мне приходит и говорит мама ты что мне дала она с перцем она жжет ну ну конечно не так сильно жжет но она с перцем мне такой нельзя я говорю ой извини пожалуйста но на самом деле она уж не так сильно жжет после кожи конечно это нельзя но это паста она долго оставляет свежесть во рту ну правда есть там перчик но мне иногда даже и нравилось как-то я не могу сказать что тут энерджи у меня какая-то энергии сильно отбелились зубы но это неплохо да мне даже удивило что понравилось новинка лесного бальзама была вложена когда-то во все коробочки красоты и у меня несколько таких вот и я тоже дарила отправляла благотворительных посылках вот такие вот упаковки ну потому что это удобно это большая упаковка сразу намного человека надолго хватит я вам скажу так то есть если на лесной бальзам и хотел выпустить новый вкус им не удалось потому что это не непонятный вкус просто что-то такое слегка фруктовая но это точно не гранат не получилось но сама по себе паста неплохая она слабовато с точки зрения освежения до полости рта конечно например вот это global white она посильнее но я например чищу зубы несколько раз в день и после каждого приема пищи я чищу зубы то есть вот для дневного такого использования она хороша мне понравилось она также с мятой то есть там скорее всего ментол там есть ментол и вот какая-то она такая розовенькая да и все эти упаковки хороши только когда посты много и в конце когда ну вот столько где-то одна треть одна четвертая остается там приходится вытряхивать но все равно надолго хватает неплохо сейчас предлагаю вам сравнить три сыворотки с пробиотиками все они достаточно известные но вот возможно кроме вот и травы эти сыворотки мы будем по причине того что они все с пробиотиками и по результату я буду сравнивать их с со знаменитой сыворотки от estee lauder advanced night repair и она тоже с пробиотиками чем в общем-то она и славится и мне она нравится но уж очень теперь дорога стала просто непомерно пьюр бифидо 99 эффект ампул и это бренд который я вообще не понимаю как его правильно даже прочесть финько название только интересное общем финько так вот этот финько у меня больше всего понравился из тех вот там трех представленных здесь и он более даже бюджетный здесь хороший объем обратите внимание 80 миллилитров замечательно она впитывается она еще у меня не закончилась но уж хотелось вместе все сравнить здесь слегка как будто бы маслянистая такая текстура при этом впитывается все буквально в ноль хорошо очень кожи и и принимает и потом нужно естественно закрыть какой-то каким-то легким кремом чтобы бактерии эти полезные они работали над вашим биомом кожи и восстанавливали кислотно-щелочной баланс восстанавливали структуру кожи и в общем-то внешний барьер чтобы они укрепляли это очень полезно кому тем у кого чувствительная кожа кто использует кислоты ретинол как я кто находится под воздействием высоких и низких температур в общем-то каждому горожане ну короче говоря это полезно и периодически я советую какие-то комплексы бифидокомплексы либо пропивать либо вот так что еще лучше чередовать какими-то ампулами для кожи с бактериями мне она нравится очень приятный аромат свежий легкий приятный сама по себе консистенция до избыточного жира никакой липкости и не забивает поры в общем для использования в любом сезоне хороша следующая самая дорогая около бренда и это тоже бифида вот видите пробио пауэр сервис или небольшая бутылочка всего лишь 30 миллилитров такая тяжелая что просто аж жуть как кирпич я могу сказать только то что это красиво но она липковата и и обязательно закрывать кремом придется особенно летом ну тяжело с липким лицом ходить здесь такой аптечный я бы сказала запах с отдушкой такая полупрозрачный гель того эффекта который дает стил аудр я не видела а по цене они примерно примерно похожи поэтому наверное все таки если выбирать между около и 2 на 3p от стил аудр я бы выбрала второе их вот он кошмар кошмаров виши и это пробиотики знаете секрет как определить самую непопулярную со странным каким-нибудь запахом или сомнительным действием или с каким-то странным финишем косметику часто перепродается уже использованы на авито многие так меняются косметика я так не делаю но я я проверяю иногда на авито что продается частенько вот вы знаете вот этих открытых сывороток на авито много то есть заберите хоть за какую сумму за любую потому что это очень неприятно пахнет знаете есть такие сыворотки которые на основе пробиотиков и они тяжело пахнут каким-нибудь таким вот старым сыром носочками и так далее но правда так пахнут пробиотики если они в специфической обработки или без обработки но виши здесь конечно пожалел на технологии средства сэкономил баночку красивое сделали бренд известный а вот пользоваться этим неприятно я не смогла до конца использовать но вот такая она тоже полупрозрачная даже открывать не хочу пахнет невкусно и наверное просто на ноги на ноги еду использую то есть пробиотики то полезная вещь понимаете жалко выкидываться тем более столько стоит она не бюджетно но ну на ноги еще как-то можно потерпеть а пахнуть таким старым сыром с плесенью ну как-то согласитесь не хочу здесь вам было интересно хочу пригласить вас в свой телеграм там также пройдет конкурс с другим тоже шикарным подарком так что присоединяйтесь пожалуйста ссылочки на мои все соцсети на все мои группы я оставлю под этим видео давайте обмениваться полезными комментариями под видео будем активнее я знаю что многие сейчас на даче в отпуске но все равно найдите минутку чтобы поделиться своим мнением спасибо большое что вы были сегодня со мной я желаю вам удачи всего самого доброго и конечно же будьте благодарны за то что имеете увидимся